Для трёхмерного эффекта результат поначалу может удивить. Действительно, мы видим в числителе частоту A, D, F и G. Что это за частоты? Это частоты, где сочетание как раз x1, y1 на z1, а также x1 с y2, z2 или x2, y1, z2 и сочетание x2, y2 и z1. Причём обратите внимание, что когда здесь стоят большие частоты в этих ячейках, а в остальных стоят маленькие частоты, все остальные эффекты зануляются. Мне, когда я исходно разбирался с лог-лениным анализом, казалось, что логично должно быть так, для максимального трёхмерного эффекта. То есть, сочетание тройной единичек и тройное сочетание двоек. Всё остальное по минимуму. А нет, при таком раскладе получается, что трёхмерный эффект равен нулю. Зато большие эффекты как раз, причём симметричные, двухмерные. В чём же причина? Давайте разбираться. Причина в том, что для трёхмерного эффекта важно как часто встречающееся сочетание трёх единиц, которые задают тот микроэффект, который мы сейчас рассматриваем. Это именно микроэффекты X1, Y1, Z1. Так и высокая частота сочетаний, которые размывают другие микроэффекты. Размывают сочетание 2, 2, 2. В данном случае у нас только 2, 2, 2 и есть альтернативные сочетания, поскольку у нас здесь дихотомические признаки. И вот мы видим, что часто должны встречаться сочетания, где единичка вклинивается в сочетание двоек. То есть часто должно встречаться исходное сочетание, само собой, которое изыдаёт микроэффект. И вот эти три сочетания, которые размывают двойки. И обратно, вознаменают ли у нас стоят вот эти частоты? Следовательно, они нам показывают, что должны редко встречаться сочетания двоек и те сочетания, где размывается тройное сочетание единиц. Вот здесь оно размывается. Здесь и здесь размывается за счёт того, что вклинивается двойка. Вот они должны...